Привет, я Арина, и сегодня в таком влоговом формате я вам покажу, как проходит мое утро. Было очень много вопросов и просьб снять такое видео, так что сегодня я вам все подробно расскажу и покажу. Время 5.43, я обычно встаю где-то в 5-30 часов утра, я в принципе сама по себе жаворонок, но еще есть один большой плюс, в такое время все спят, никто тебе не мешает, и ты находишься в очень такой приятной тишине наедине с самим собой. И как раз таки утро начинается с того, что я немножко корректирую свои планы, которые вчера вечером себе написала на день, ну и также пью водичку. Продолжение следует... Знаете, почему еще я люблю ранние пробуждения? Это потому, что ты можешь очень медленно все делать и никуда не торопиться. А вообще сейчас я собираюсь делать йогу и свою классическую тренировку. Когда нету сил на тренировку, когда тебе не хочется ничего делать, хочется валяться, начни заниматься какой-нибудь простой йогой, которая идет там минут 15-10, просто чтобы пробудить себя, если мы говорим про утренние тренировки. Тогда же можно, мне кажется, такую тренировку, йога-практику, точнее, сделать вообще в любое время, потому что действительно ты как-то наполняешься силами, организм начинает вырабатывать гормоны, потому что начинает стрессовать и бла-бла-бла и все такое. Так что, когда мне лень, как сейчас, я делаю какую-нибудь йога-практику и после этого свою классическую тренировку. Сегодня у меня будет йога-пилатес и мягкое пробуждение. Меня многие спрашивали, как я делаю свои тренировки, где я тренируюсь. Понятное дело, что я тренируюсь или дома, или в зале, но я уже давно не занимаюсь с тренером, так как все есть в интернете. Я просто захожу на YouTube и нахожу то, что мне нужно. Хочу заниматься йогой, пожалуйста, хочу пилатес, пожалуйста, хочу простую фитнес-тренировку, пожалуйста. Конечно, лучше для этого всего иметь какую-то базу знаний и наработок с тренером, потому что очень важно все упражнения выполнять правильно. Поэтому я всегда советую начать заниматься с тренером, походить какое-то количество занятий, их может быть немного, чтобы просто понять, как и что делать, и потом эту же тренировку выполнять где угодно дома. Но если мы делаем что-то очень простое, то, конечно, можно делать это без тренера. Если мы говорим про какой-нибудь, про какой-нибудь пилатес или ту же самую йогу, где очень важно, как ты держишь мышцы, как у тебя находится тело и так далее, то лучше сначала походить на практике с тренером и после уже начинать заниматься самому. Ну а у нас йога на YouTube. Обожаю YouTube. Я вообще обожаю время, в котором мы живем. Я в интернете могу найти все. Там, конечно, очень много говна и мусора, но я могу найти там все, абсолютно все. Это очень круто. Это прям спасибо, что я родилась в такое время. Это очень круто. И сразу хорошее настроение. И еще музыка классная. Я подумала, кошка упала. Финч. Никто не падал. Не, ну что за эстетика. Вот честно, я эстетично умею готовить только завтраки. Давайте честно с вами поговорим. Я на завтрак ем чисто тост с авокадо, потому что это быстро, это полезно, классно для волос, для бенами чихай, для кожи и бла-бла-бла. Следующего блюда в моем завтраке нет, но его все так хвалили, что я просто не могла не добавить его в это суперэстетичное видео. Это пудинг семенами чия на миндальном молоке. Я вчера специально вечером залила семена чия молоком, чтобы получился пудинг. Пахнет это, но семенами чия. Короче, маленькая мисочка. Я сейчас сюда добавлю йогурт и потом сверху эти семена чия, этот пудинг. Хотя его можно есть, по-моему, вот так, но я так не рискнула. Ну, боже мой, ну что за эстетик герл. И витаминчики здесь, и авокадо, и чия, господи, не могу. С авокадо-тостами вопросов нет, это моя привычная еда, я ее люблю, бла-бла-бла и все такое. Но вот это вот, вот это вот, вот это вот, это очень интересно. Господи, пусть это будет непротивно. Ммм, это как тесто от сырников. Вы ели тесто от сырников в детстве? Вот, наверное, это для йогурта. Кстати, если добавить сюда какую-нибудь вареницу, у меня есть вареница, будет вкусно. Ладно, я не знаю, с чем это связано, это семена чиа или это просто мой любимый греческий йогурт, но это вкусно, достаточно. Мне противно, я думала, будет хуже. И это реально похоже на тесто от сырников. Скорее всего, из-за йогурта. Может быть, не только. Но вообще теперь вкусно. Я поняла, чем пахнет. Это пахнет тестом от сырников. Вы знаете, что я очень люблю духи, что у меня достаточно большая коллекция, и что их использование, естественно, поднимает мне настроение. А что еще утром делать, как не поднимать себе настроение на целый день? Недавно я наткнулась на новый для себя бренд De Pari и решила заказать себе небольшую посылочку с новыми ароматами. Давайте сделаем эту распаковку вместе. Здорово упаковано, чтобы точно ничего не повредилось. Номер 1 Номер 2 Номер 3 И номер 4 Здесь, кстати, разные объемы по 50 и 30 мл. De Pari — это сертифицированный бренд, который не вызывает аллергии и в своем составе имеет только натуральные компоненты. Давайте его быстрее все распакуем и послушаем новые ароматы. Я думаю, что начнем мы с самого маленького аромата и послушаем его первым. Ммм, это очень приятный какой-то теплодревесный аромат. Я думаю, он идеально подойдет, знаете, для образа, когда ты собираешься на какую-то встречу или на учебу с таким брючным костюмом, очень акцентными украшениями. Мне проще всего описать запах именно по образу, к которому он подойдет. Но по факту это очень такой приятный, немножко древесный запах. Я такое люблю как раз на какие-то встречи, на учебу. Он не сильно отвлекает, но при этом это прям красивая такая финальная точка в образе. Этот, кстати, такой же. Да? Да. Следующий уже побольше. Давайте посмотрим, что там внутри. О да, это мой самый любимый аромат. Это аромат вишни. Он идеально подходит, знаете, под какие-то вечерние яркие образы, когда хочется поставить такую яркую финальную точку. Это прям моя любовь. Ну и плюс, когда плохое настроение, подходишь. О да, и прям сразу зацвела, запахла. Я люблю ягодные запахи, прям обожаю. Как у меня теперь вкусно пахнет в комнате, боже мой. Блин, я обожаю запах. Вот вы просто не представляете, насколько я люблю вишню, насколько я люблю запах вишни. Это прям, это восторг, честно. И последний флакончик, он у нас получается самый большой. О, кстати, сделала на твоей стеклянной упаковке, что тоже очень круто и здорово. Так, давайте на другую руку. Ммм, это замечательный запах жасмина, немножко ванили. Короче, такой цветочный приятный аромат. Тоже на каждодневную основу подойдет, я такие каждый день использую. Но прям под образы, когда хочешь быть девочка-девочка. Вот я не знаю, у меня такая ассоциация, когда хочется пахнуть как-то цветочно, ярко, по-весеннему, по-летнему. Даже больше по-весеннему, когда все начинает цвести, и ты тоже цветешь. Вот такая вот аналогия у меня получилась. И как теперь понять, кто из них будет моим фаворитом? Потому что здесь просто нереальный запах вишни, а здесь любимый цветочный. Вот она, сложность выбора. В общем, утро точно началось хорошо. Классный парфюм — это идеальный способ поставить красивую финальную точку в образе, но и также быстро поднять себе настроение. Этим я точно буду пользоваться. Кстати, на сайте у вас будет возможность выбрать подходящий для себя аромат, опираясь на ароматы известных брендов. А еще там есть возможность проконсультироваться со специальным стиристом. Он точно поможет вам выбрать идеальный аромат для вас. В общем, все ссылки я оставила внизу в описании. Переходите, чтобы узнать подробнее. Боже, какая вкусная вишня! Я не могу! Все! Да, да, я выливаю пол парфюма на себя сразу, и что вы мне ничего не сделаете? Это просто замечательно пахнет, просто восхитительно. Я восторг, я готова это нюхать вечности. Слушать вообще правильно говорить, но это не важно. Восторг, просто восторг. Знаете, мое утро заканчивается где-то в 9 часов утра. Почему? Потому что я иду гулять с собакой, она такая соняя, что в 5 утра она со мной не встает. Вот. И также в 9 утра начинается уже... Начинается какая-то жизнь в городе, открываются какие-то магазины, или там какие-нибудь, я не знаю, места типа химчисток, или там что-то подобное. У меня может быть ранняя запись к врачу, или куда-нибудь еще. В общем, короче, в 9 часов утра я начинаю уже выполнять какие-то свои дела, и мое утро такое расслабленное, спокойное уже заканчивается. Город просыпается, утро закончилось. Говорю так, как будто я мафия, но нет. И до 9 часов утра у меня есть чуть больше часа, и я стараюсь сейчас прививать себе новую привычку, точнее две привычки. Первое — это читать книги, и второе — это учить новые английские слова, потому что я очень хочу сдать международный экзамен. Не знаю, когда я буду его сдавать, потому что в России сейчас его сдать невозможно, нужно ехать в какую-нибудь другую страну, типа Турция, вот. Поэтому, когда я буду его сдавать, это сложный вопрос, то я действительно очень хочу его сдать, он мне нужен, и сейчас я просто пополняю свой запарный словарный запас, учу большое количество слов, разбираюсь... Ну как разбираюсь? Уже не разбираюсь, и, знаете, подчищаю свою грамматику, чтобы меньше допускать грамматических ошибок, ну и в какое-то... Через какое-то время начну готовиться к этому экзамену, потому что пока все очень сложно, пока непонятно. Вот. Но как бы и английский, и чтение — это очень важно, особенно чтение, потому что я перестала читать после того, как сдала ЕГЭ. Вот абсолютно. Я забросила все книги. Я и так не могу сказать, что я прям обожала книги раньше, что я их постоянно читаю, но это нужно делать для своего собственного развития, поэтому я нашла книги, которые я купила, но не начала читать, или купила, начала и забыла про них. Вот, кстати, одна из них, поэтому я сейчас все дочитываю и возвращаю привычку читать утром. Мне, кстати, не подходит читать вечером, потому что у меня порой очень активные дни, и как только я открываю книгу вечером, я сразу же засыпаю, поэтому читаю утром. Собственно, почитаю хотя бы минут сорок, и оставшееся время получу английские слова. Вот она, обязательная вещь при чтении. Я обожаю читать и выделять какие-то мысли, если это просто какая-то книга по психологии, медицине или что-то подобное, то я выделяю понравившиеся мне мысли розовым. Если это какой-то роман, то я выделяю любовную линию, обычно у меня она фиолетовенькая, выделяю какие-то смешные моменты, которые у меня желтенькие, и когда я готовила произведения для школьной программы, то есть когда я там читала, допустим, «Мастер и Маргариту» или «Поступление наказания» и так далее, какие-то важные вещи, которые можно взять в качестве аргумента к ЕГЭ, я выделяла оранжевым цветом. По-моему, я что-то ещё выделяла, но, если честно, я уже забыла, сейчас единственное, что я делаю, это выделяю понравившиеся мне мысли. Их пока здесь не так много, но я читаю эту книгу заново, потому что я начала её читать и абсолютно забыла, что там было в начале. Я когда-то очень давно добавляла всяких подборок себе в приложение, и теперь по ним учу. В основном здесь всё уровня Advanced, так что прикольно. Но сейчас я прям учу, где это было. Вот, прям слова по алфавиту, много-много-много разных слов. Это прям круто. Ну что, давайте выберем вместе образ, и я побегу по своим делам. Я решила, что образ сегодня будет белым, так как на улице жара, и так как я давно не носила это платье, оно из зары, типа, знаете, как халат, с поясом, можно подчеркнуть талию, что очень удобно, и оно прям очень длинное. Я такое летом люблю, потому что я очень быстро сгораю, и люблю закрывать как руки, так и ноги. Но здесь у нас короткий рукав, так что надо не забыть воспользоваться SPF. Я, блин, сгораю даже в северном нафиг нашем регионе. Ну, хотя мы не супер северный, конечно, регион, но всё равно, я сгораю, мне не нравится. Представляете, сколько SPF я использую, если я еду куда-нибудь, где жарко? Если вы посмотрите мои старые влоги Шортс из Сингапура, по-моему, я там показала, что я использую очень много SPF, потому что это было практически на экваторе весной, там было 40 градусов, типа 36-40. И ужасный ультрафиолетовый индекс, просто, я не знаю, какой максимальный, я не помню, но, по-моему, там был 100. Ладно, такого быть не может, но, типа, он реально был очень высокий. Так как на пуговицах у меня есть небольшой золотой оттенок, я выберу какие-нибудь золотые украшения. Думаю, идеально сюда впишутся мои любимые серёжки с лунным камнем. Я люблю всякие подвески, но сегодня достаточно закрытая шея, поэтому единственное, что я добавлю, это различные колечки. Ну и как бы, естественно, вкусненького запаха. Ну что за прекрасный образ у меня получился? Уж больно, мне нравится это платье. Сюда можно добавить белую сумку, любимые босоножки, и можно убрать волосы, чтобы они не сильно мешали жару. Собственно, мне очень нравится. Единственное, что часы, у меня нет белого ремешка, поэтому, наверное, часы я оставлю дома. Ну что ж, на этом моё утро подходит к концу. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это действительно так, то поддержите его лайком, комментарием. Подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Не забывайте про мои другие социальные сети. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео.